Ребята, всем привет! Меня зовут Роман и вы смотрите канал Видеолепка. В прошлом видео мы лепили волка за биваку, талисман чемпионата мира по футболу, который проходит в этом году в России. Так что если вы вдруг не смотрели это видео, то обязательно посмотрите. А сегодня, по вашим просьбам, я буду лепить очередного персонажа из крипипасты. По названию вы уже догадались. А если вы хотите еще персонажей из страшилок, то обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, начнем лепку, ну а пока я буду лепить, я вам расскажу историю Джеффа-убийцы. Этот персонаж появился в виртуальном пространстве в формате крипипаста, распространяемых в сети историй ужасов в виде рассказов или картинок. Джеффа считают одним из первых героев крипи, который в дальнейшем сумел затмить популярных маньяков и непонятных существ. Например, это успешный конкурент Слендермена. Хотя тонкого человека нелегко обойти по сложности и креативности задумки. Джефф Ревудсу, когда с ним произошла эта история, было всего 13 лет. Джефф и его старший брат Лью со своей семьей переехали в новую квартиру. Местная гопота и три малолетних хулигана решили показать, кто тут главный. У одного из маленьких хулиганов был нож. В ходе драки Джеффу удается отнять у него этот нож и ранить его в руку. На следующий день в дом семьи Джеффа пришел полицейский и сказал, что кто-то из братьев избил трех детей и при этом ранил одного в руку. Поскольку братья были очень дружны, Лью взял вину на себя и его отправляют в колонию. Джефф очень грустит из-за этой ситуации. Через несколько дней родители заставляют Джеффа пойти с ними на праздник к соседям. Несмотря на то, что Джеффу очень не хочется, он одевается в белую толстовку и черные штаны. На праздник его отправляют на улицу поиграть с другими детьми. И тут появляются те самые хулиганы. Они начинают новую драку с Джеффом сначала на улице, а потом в доме на глазах у родителей, которые бездействуют. Сначала Джефф проигрывает, но главарю кажется этого мало, и он обливает Джеффа алкоголем и говорит, «Дерись со мной, я тот самый человек, из-за которого твоего брата послали в колонию». После этих слов главарь был зарезан. Потом Джефф идет в ванную, а за ними вся оставшаяся шайка. Там он разделывается и с ними, но последний успевает щелкнуть зажигалкой у лица Джеффа, который облит алкоголем. Пламя охватило лицо Джеффа, и только тут родители опомнились и помогли сыну. На следующий день Джефф был уже в больнице с повязкой на лице. В тот же день им сообщили, что в полиции разобрались, и выяснили, что Лью ни в чем не виноват, и завтра он будет уже дома. Через две недели Джеффу должны были снимать повязку. Вся семья собралась, чтобы посмотреть на лицо Джеффа. Но после снятия повязки, семья смотрела на его лицо с ужасом. Его лицо было идеально белым, губы приобрели багрово-красный оттенок. Джеффу, наоборот, нравился его новый облик. «Это лицо прекрасно и очень мне идет», – радовался Джефф. Родители поняли, что с психическим здоровьем Джеффа не все хорошо, но все же забрали его домой. Ночью мать услышала шум в ванной. Войдя туда, она увидела ужасное зрелище. Ее сын прорезал себе щеки ножом и объяснил это действие словами. «Мама, я не мог улыбаться, теперь я всегда буду с улыбкой». В веки он себе сжег, чтобы всегда наслаждаться своим лицом. «Какой я красивый!» Мать закивала. «Давай я позову отца, чтобы он тоже увидел твое прекрасное лицо». И пошла толкать отца, пока не увидела в дверном проеме Джеффа. «Ты обманула меня, мама!» Это были последние слова, услышанные родителями Джеффа. Лью он тоже зарезал, сказав «Спи». Фанаты до сих пор спорят на тему феномена Джеффа. Выдумка это или же он существовал на самом деле. По сети бродит информация, что мальчик с подобной биографией действительно жил. Только вот убийцей он не был. А автор персонажа якобы признавался, что первое выложенное в интернет изображение – это всего лишь лицо неизвестного человека в латексной маске, обработанное фотошопом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я на этом с вами прощаюсь, желаю всем отличного настроения, всем пока! Первыми пасхалки в предыдущем видео нашли Лего Пантера, тапочек и ябутерброд. Ребята, передаю вам огромный привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok